Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике? Добрый день, уважаемые жители республики Сахая-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной и находится под контролем органов государственной власти и органов местного самоуправления нашей республики. За прошедший период, по данным управления Роспотребнадзора, по республике выявлено 207 новых случаев коронавирусной инфекции с учетом новой методики подсчетов, включая в том числе и вирусоносителей. В городе Якутск, как столица республики, по данным зарегистрировано 120 случаев. Необходимо обратить внимание, что большое количество случаев зарегистрировано в ряде районов, которые для нас ранее являлись наиболее спокойными с точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации. К таким районам я бы отнесла и отдельно выделила сегодня Анабарский улуз. В нем зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции. И, соответственно, сегодня принимается ряд мер для того, чтобы не дать распространение инфекции в последующем. 10 случаев также зарегистрировано и в Верхнем Вилюйском и Лусе, а чуть немного меньше в Нюрнгринском, Мегино-Кангаласском и Мирнинских районах. Еще раз обращаю ваше внимание, что сегодня практически в каждом муниципальном образовании есть зарегистрированные случаи. Задействованы сегодня у нас для этого и работают все службы, как учреждения здравоохранения, так и управления Роспотребнадзора. Сегодня утром глава Республики Сахая Кутяйсен Сергеевич Николаев провел оперативное совещание, совместное с главами муниципальных образований, заслушав три из них и поставив задачи, которые сегодня стоят перед нами всеми вместе, для того, чтобы не давать распространяться заболеванию или каким-то образом не обеспечивать условия, необходимые для спокойного санитарно-эпидемиологического благополучия граждан. Действительно, с понедельника у нас ряд школ, как образовательных учреждений, вышло в обычный режим. Здесь очень важно понимать, и об этом сегодня также сказал глава Республики, о том, что в обязательном порядке школы должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования и сегодня проводить в том числе и профилактическую беседу в виде профилактической работы, в виде просветительской деятельности для того, чтобы научить наших деток носить маски, соблюдать социальную дистанцию и, соответственно, жить в новых реалиях. Для органов же государственной власти, органов местного самоуправления задачей является создание санитарных условий, безопасных для того, чтобы школьный процесс и образование, как гарантия государства, полноценное образование было дано в полном объеме. Необходимо обратить внимание, что на территории Республики также продолжают работать наши лаборатории. За сутки зарегистрировано около 5000 исследований, проведенных на коронавирусную инфекцию. В ряде муниципальных образований, помимо принципа ПЦР, применяются иные способы тестирования и, соответственно, с момента непосредственно общеклинических проявлений выявляется ситуация, которая для медиков уже является основанием для начала лечения. К сожалению, эти сутки нам не удалось спасти, медикам не удалось спасти находящихся в тяжелом состоянии людей. Зарегистрировано два летальных случая по данным Управления Роспотребнадзора. И, конечно же, сегодня основной задачей, которую поставил перед учреждениями здравоохранения глава Республики, это принятие всех мер для того, чтобы было как можно меньше тяжелых граждан и, соответственно, снизить летальность на территории нашей Республики, так как это важно. Поэтому в этом случае, как и от имени всех учреждений здравоохранения, ампитат медиков, я еще раз обращаюсь ко всем гражданам нашей Республики. И я прошу соблюдать правила санитарные, которые определены указами главы о введении режима повышенной готовности и, соответственно, беречь свое старшее поколение.